В Киеве прощаются с известным оппозиционным журналистом Олесем Бузиной. Все проходит в эти минуты, возле его дома, где он и был застрелен в минувший четверг. Последние дни к месту убийства несли цветы и свечи. Общественность, и не только украинская, требует частного расследования. Мировое сообщество, я напомню, резко осудило целую серию убийств в Киеве, а в российском МИДе происходящее назвали политическим террором. Что касается убийства Бузины, правоохранительные органы немногословны, но коллеги погибшего журналиста, которые буквально по крупицам собирают информацию, выдвигают некие предположения по поводу киллеров. Подробности у Антона Степаненко. Выйти на след убийц и заказчиков киевского журналиста Олеси Бузины украинским правоохранителям по-прежнему не удается. Известный своей жесткой критикой нынешних властей, бывший шеф-редактор газеты «Сегодня» был убит в минувший четверг. Его застрелили, когда журналист выходил из подъезда своего дома в Киеве. Никакими результатами расследования киевская милиция похвастаться не может. Напротив, киевский репортер Артем Шевченко придал огласке некоторые детали этого преступления. Характер поражения свидетельствует о хаотичной, а не прицельной стрельбе. По сути, лишь последний из пяти выстрелов в голову был стопроцентно смертельным. Этот же источник сообщает, что стреляли в журналисты из оружия калибром 7,62 мм. Причем гильз на месте преступления обнаружено не было. Следовательно, их или унесли с собой, или использовали револьвер системы «Наган». Ответственность за это убийство взяла на себя украинская повстанческая армия. Такая информация содержится в письме, которое пришло на почту украинского политолога Владимира Фисенко. Кроме Бузины, эта организация якобы убила и бывшего депутата Верховной Рады Олега Калашникова, известного противника Майдана и героизации украинских националистов. В тексте приводятся подробности, которые официально обнародованы не были. Например, калибр оружия, который применили против Олега Калашникова. В письме прямым текстом идут угрозы продолжить эту кампанию по уничтожению тех, кого они считают антиукраинскими элементами. Причем не только угрозы в адрес тех, кого они считают пророссийскими активистами. Там также есть угрозы в адрес руководства Украины. Поэтому это угроза террора, террористической войны. Почему я и говорю, что это надо воспринимать всерьез? О серьезности происходящего говорит и то, что такое же письмо получили в оппозиционном блоке. И то, что имена Бузины и Калашникова, как выяснилось, фигурировали в так называемом расстрельном списке на скандально известном сайте Миротворец. Так называемые украинские патриоты собирают там данные на тех, кого считают своими врагами. Тем не менее, Служба безопасности Украины отказывается воспринимать и саму организацию УПА, и ее угрозы всерьез. «Что до УПА» – очень звучное название. Абсолютно фейковое, как любят говорить журналисты, информация, организации и люди. По вашей информации, такой организации нет? Может и есть, я только не знаю, где она зарегистрирована. Аляси Бузину похоронят на Берковецком кладбище Киева. К месту его убийства и сегодня утром люди приносили цветы. В Донецке его именем собираются назвать одну из улиц. Антон Степаненко и ЗИС Гурбан Бердиев, Первый канал.